здравствуйте друзья и добро пожаловать на канал fit for life сегодня мы разберем такой вопрос как плюсы для здоровья от тренировок железа мы представим вашему вниманию 7 положительных моментов для организма которые несут регулярные тренировки в тренажерном зале давление бодибилдинг нормализует кровяное давление и видимо может быть хорошим лекарством для тех у кого давление время от времени повышается без видимых причин культуристам несмотря на сверхвысокие нагрузки практически не угрожают скачки артериального давления поскольку тренировки вымывают излишки холестерина и сосудов низкий пульс и стабильное кровяное давление это норма которую культурист несет в себе до преклонного возраста здоровая психика упражнения с отягощениями как и бег на длинные дистанции помогают избавиться от депрессии болезни которые похоже становятся бичом современной цивилизации как показали исследования в процессе тренировки мозг выделяет особые химические вещества называемые антидепрессантами к тому же занятия бодибилдингом сами по себе являются источником сильных положительных эмоций ведь они с каждым днем приближают вас к желанному идеалу психологи подчеркивают что эффективная внешность куда более важна для нас чем принято думать обретение сильного тренированного тела излечивает от комплексов отравляющих существование и поселяет в душе спокойствие и уверенность который со временем становится устойчивыми доминантами характера мышечный жировой коэффициент тела бодибилдинг это прекрасное средство для борды с полнотой занятия с тяжестями позволяют опрокинуть любую генетическую предрасположенность они не только дадут возможность похудеть но и подарят вам незаурядные физические формы возрастные изменения вы вероятно знаете что стареть человек начинает примерно с 20 лет его зрение и слух ухудшается уже с 12 летнего возраста впрочем признаки старения еще недостаточно себя выдают внешне и определить их можно только с помощью достаточно тонких биохимических анализов середине третьего десятилетия жизни возраст дает себя знать первыми морщинками на лице легкими достаточно редкими приступами депрессии отражающими начинающиеся падение уровня физической активности после 30 старость начинает фронтальное наступление достаточно сказать что способность организма усваивать кислород падает сразу на 10 процентов и в дальнейшем она будет значительно снижаться примерно на 10 процентов каждое последующее десятилетие конечно на все это можно махнуть рукой если бы не те многочисленные личные проблемы которые несет собой возрастное увядание как показали исследования выполнены в университете тафта регулярные упражнения с тяжестями имеют ярко выраженный омолаживающий эффект бодибилдинг приостанавливает нормальное падение скорости процессов обмена в среднем возрасте особенно в сочетании с диетой ограничивающие потребление жиров кстати эффект является универсальным по привлеченных к эксперименту пожилых людей в возрасте от 60 до 96 лет никогда ранее не занимавшихся культуризмом тренировки вызвали прилив жизненной активности они прибавили до 15 процентов мышечной массы а физическая сила выросла на 200 процентов сердечно-сосудистая система бодибилдинг тренирует сердечную мышцу сила сердца и его объем резко возрастают сердце приобретает способность выбрасывать минуту аж до 42 литров крови стенки сосудов становятся эластичными и оживают мелкие периферийные капилляры постепенно вгасающие с возрастом кости с возрастом кости становятся ломкими это аксиома она не так уж бесспорно для бодибилдинга культуристы среднего и пожилого возраста сохраняют одинаковую прочность толщину и здоровье костей бодибилдинг предотвращает такое мучительное заболевание старости как артрит то есть отложение солей в суставах во время тренировки суставы активно омываются кровью и главное напряженная работа артрит как правило это следствие малоподвижного образа жизни бодибилдинг и болезни недавние исследования медиков показали что упражнения с тяжестями сочетание с рациональным питанием могут помочь больным сахарным диабетом тренировки способствуют освобождению кровяного русла от сахара поскольку он используется организмом как источник энергии врачи также обнаружили что бодибилдинг лечит больных с пониженной легочной функцией тренировка мышц живота и межреберных мышц облегчает дыхание пациента с травмами позвоночника которым трудно управлять диафрагмой появились данные даже в отношении рака занимающийся культуризмом меньше болеют этим страшным заболеванием феномен можно объяснить низким уровнем жиров в организме культуристов поскольку наука связывает некоторые формы рака с повышенным потреблением жиров и повседневными продуктами питания которые мы едим медицина 20 и 21 века достигла удивительных успехов в борьбе с болезнью не менее важен ее вклад в понимание того как нужно жить чтобы предотвратить эти болезнь бодибилдинг и культуризм дает нам шанс возможным дольше сохранить достоинство души и тела на этом все друзья если это видео было вам интересно и полезно ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...